Друзья, всем привет! Сегодня среда, 8 ноября, рабочий день в самом разгаре, передвигаюсь по городу и все никак не могу вам рассказать, что же у нас происходит по коллективной закупке Мерседеса С-класса. Обо всем этом я расскажу в этом видео, поэтому не переключайтесь, поедем с вами прокатимся и вы будете в курсе всех событий. Поехали! Напомню, тремя неделями ранее, когда мы подводили общие выводы по коллективному сговору, который для нас не очень удачно закончился, я решил позвонить трем официальным дилерам Мерседес и рассказать им следующую историю. Якобы у нас есть 5 человек друзей, которые решили обновить свой автомобиль и все мы хотим С-класс. Бюджет у всех разный, но покупка будет однозначно либо за наличный расчет, либо за кредит. Почему я это сделал? Ведь если брать в расчет трейд-ин, либо еще что-то там из доп. оборудования, то все это считается сугубо индивидуально и менеджер не сможет дать более-менее четкое предложение. Обо всем этом я уже снимал 2 видеоролика, где подробно все вам это рассказывал. Кто не смотрел, либо забыл, ссылки оставлю на них в описании. Так вот тогда все 3 дилера, выслышав мою историю, проявили максимальную заинтересованность. Многие сказали то, что мы готовы участвовать. Один даже изъявил желание перебивать все цены, которые я принесу от конкурентов. Они дали всем своим видом понять, что им это интересно. Приходите, будем общаться. 5 машин одним днем с удовольствием. Тогда еще было одно простое условие. Я не диктовал своих правил. Я не говорил то, что я хочу Mercedes C-класса фиолетовый, на рыжей коже. Дайте мне какое-нибудь уникальное доп. оборудование. Нет. Я им сказал проще. То, что есть 5 машин, мы хотим 5 машин. 3 C-180 любых комплектаций. Посмотрите, что у вас есть на складе, что вы готовы реально слить по наиболее низкой цене. И также 2 автомобиля C-200, которые идут с полным приводом. В общем, я попросил от них сделать мне наиболее интересное предложение. И тогда же в режиме онлайн я получил скидки от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации. Многие написали, что, мол, да это не скидка на самом деле для Mercedes. Достаточно зайти в салон и всем их сделают. На самом деле это отчасти так. Заходя в салон, всегда будет прайсовая цена, которая указана на сайте, перечеркнута. И ценник будет висеть как минимум 1000 на 200 ниже. Но все это сугубо индивидуально. Ведь вы знаете то, что официальные дилеры все самые натуральные барыги и продавцы. И их задача продать автомобиль. И когда вы лазите посторонним сайтом типа Авито, Автору. И видите, о, классное предложение с огромной скидкой. Как правило, это предложение указывается с учетом трейд-ин, кредит, страховка жизни. В общем, различного доп. оборудования. В моем случае для чистоты эксперимента все измеряется за наличный расчет, либо кредит. С учетом того, что я могу посчитать каско на стороне. И вот после первого видеоролика многие написали, на Mercedes денег нет, но интересно, что из этого получится. Были многие комментарии из серии, что полтора миллиона рублей, я еду покупать вместе с тобой. В общем, люди были заинтересованы максимально. И я, собственно, не стал сидеть на месте, а поехал к трем официальным дилерам. И вот уже во втором видеоролике я начал называть цены. А цены были примерно следующие. За C-класс в базовой версии нам предложили 1 миллион 800 тысяч рублей. За C-класс в более-менее средней комплектации, с камерой, с деревом, в общем, перечислять все не буду. Ценей был примерно 2 миллиона 80 тысяч рублей. За Mercedes C-класс 200 с полным приводом цена была примерно 2 миллиона 240 тысяч рублей и выше. Все здесь зависит от комплектации. Я снял видеоролик, выложил его на канал, вы увидели все цены и что начало происходить дальше. А буквально на следующий день мне пишет человек, который работает у одного из официальных дилеров, но не в Mercedes. И говорит, что у меня есть товарищ, который как раз-таки работает в Mercedes, и он может вам сделать крутые предложения. Я на самом деле всегда скептически отношусь к таким менеджерам, которые вот мой друг, вот он менеджер, он все сделает классно. Нет, любой менеджер всегда идет за скидкой к руководству. А я всегда стараюсь, наоборот, менеджеров перешагивать, чтобы идти сразу общаться напрямую с руководителем. Потому что именно они принимают решения по ценам. И буквально на следующий день мне звонит этот менеджер, говорит, Дмитрий, добрый день, посмотрел видеоролик, цены услышал. Вот смотрите, что я вам могу предложить. И сразу начинает на каждую комплектацию скидывать примерно 100 тысяч рублей. Я, естественно, говорю, слушай, ну классно, цена уже получается меньше 2 миллионов рублей. Интересно. И тут, тут же ему задаю вопрос, ты называешь цену с учетом того, что мы будем покупать за наличный расчет или кредит? Он, нет, будет рассчитываться то, что наверняка кто-то из вас возьмет что-то из доп. оборудования. Я говорю, ну почему наверняка? Говорю, дай мне сухие цифры с учетом того, что я пришел, положил наличку и вы мне отдаете автомобиль. Если кто-то из людей, ну тогда я говорил из моих друзей, согласится покупать что-то доп. оборудования, ну вот вам будет приятный бонус. На что он, конечно же, как и все, говорит, это уже сугубо индивидуально, а вы могли бы подъехать? Я говорю, ну а куда подъехать? И называет адрес автосалона, в котором я был днем ранее и общался непосредственно с его руководителем. На что я ему, собственно, это и говорю, слушай, я у вас вчера был, общался с вашим руководителем, и те цены, которые ты мне сейчас перебиваешь на 100 тысяч рублей, он мне вчера сказал то, что ниже разговаривать не будем. И цены действительно при условии того, что вы купите 5 автомобилей за один день. Будете покупать по одной машине, цена будет выше. И тут слово за слово, бананом по столу, он мне начинает подбивать на то, чтобы я дал ему телефон каждому из своих друзей, чтобы он мог лично с каждым пообщаться и сделать более детальное предложение. На что я, естественно, говорю то, что меня это не устраивает. Я вам задачу полную поставил, наличный расчет, либо кредит. Давайте сами предложение, иди, смотри, что у тебя есть по наличию. В процессе этого всего начинает разговор уходить вообще у нас совсем другое русло. Он начинает поднимать вопросы о том, что да вы же блогер, вы наверняка все снимаете просто так, лишь бы все это высвать на всеобщее обозрение, ничего вы покупать не собираетесь. Вообще пошли разговоры из серии того, что если вы сейчас все записываете, я против того, чтобы вы меня записывали, куда-то выкладывали, иначе я обращусь в суд. Я говорю, подожди, подожди, я говорю, тебя куда-то понесло не в ту сторону. Я жду от вас финального предложения. Мы вчера с вашим руководителем договорились о том, что сегодня до 12 часов он мне пришлет 5 машин с указанием конкретной цены. Я хотел эти цены взять, озвучить соответственно вам, и если кто-то из вас по этим ценам заинтересовывается, я говорю, ребята, собираю вас, мы едем к ним, все, начинаем работать. После чего он говорит, да, да, хорошо, уходит. И видимо своему руководителю начинает рассказывать ту историю, то, что это блогер, это вообще все фигня, не надо на него тратить время. Я, естественно, звоню его руководителю, говорю, да, как и так, мы вчера с вами договарились, когда будут цифры. Руководитель начинает мяться. Просто, ну да, сейчас это то. Я ему поднимаю разговор о том, что я знаю то, что ваш товарищ, менеджер, рассказал о том, что я якобы блогер и так далее. Говорит, да, а зачем вот вы это все снимаете? Я им объясняю то, что ну веду канал на YouTube, просто так вот, нам нравится снимать. Людям интересно купить автомобиль со скидкой. Говорю, что здесь такого? Я говорю, я же вас не обману, я с вас денег не просил, с людей денег не прошу. Задача одна, дайте предложение, по которому вы будете готовы продать. И вот после того, как они узнали то, что все это ведется на видео, все это снимается, выкладывается в интернет, у них началась какая-то паника. Они говорят то, что нам нужно дождаться наш маркетинговый отдел. Вот они сейчас придут, мы с ними все обсудим. Я говорю, хорошо, давайте проще сделаем. Садитесь вы, как руководитель, ваши менеджеры, маркетинговый отдел. Звоните, включайте телефон на громкую связь. Я готов все рассказать, что мы делаем, зачем мы это делаем, в чем наши плюсы, в чем плюсы ваши. Да, да, хорошо. И так проходят сутки. Тишина, ответов ноль. Я им пишу, говорю, по машинам отбоя. Говорят, да, мы не будем участвовать, все, конец. И так себя повел один из крупнейших дилеров, у которого действительно было очень много машин. Естественно, не останавливаясь на месте, я отправляюсь прозванить остальных дилеров. Начав обозванивать официальных дилеров, я столкнулся со следующей ситуацией. Ну, во-первых, их не так много. По Москве и Московской области их порядка 10 человек. Звоню первому, говорю, нам нужно 5 машин. Говорят, да, класс, но 5 машин не будет. То есть, условно, у меня есть 2 Цэшки 180, одна Цэшка 200. Почему? Ну, конечно же, они все стараются себя выдвинуть так, что у нас очень хорошие продажи, мы очень много продаем, по факту, ну, просто квоты у них маленькие, машин у них меньше. Потому что первым гигантам, которым я звонил, у них там машин по 20-30 в наличии. То есть, это о чем-то договорит. Звоню дальше, говорю, 5 машин. И тут менеджер, 5 машин, все друзья у меня, да, 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 он говорит, но я вчера видосик, говорит, смотрел на канале. С одной стороны, стало немного приятно, думаю, канал развивается, а с другой стороны, я ему сразу пользуюсь, случайно задаю вопрос, говорю, слушай, вот такая ситуация. Только один дилер узнал то, что мы снимаем все на камеру, сразу отказался, просто проявил себя так, ну, тоже, ну, неинтересно ему. Говорит, ну, да, 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 прошу его пояснить, в чем может быть проблема. И он примерно говорит так, ну, невнятно, но суть была примерно такая, что никому неинтересно работать на камеру. Никому неинтересно афишировать свои скидки, говорить то, что вот наша минимальная цена. Все хотят машину продавать достойно. И вот когда скидывают одну машину, там, сливают по наиболее низкой цене, это, как правило, хотят все оставлять как тайну. Да, ты можешь посоветовать другу салон, сказать, что там была хорошая скидка. Но прийти и купить по такой же цене, один и тот же автомобиль, там, через полгода, через год, да не важно, через месяц, будет проблематично. И вот все хотят зарабатывать. Я у них спрашиваю, вот скажите, пожалуйста, вы вообще по прайсовым ценам, которые у вас на сайте указаны, хоть раз кому-нибудь машину продавали? Вот человек заходит, 2600. Он, да, такое бывает, это даже, говорит, не редкость, когда машина идет наборная. Что значит наборная? Ну, собранная по конфигурации. Человек ее заказал, ждет ее, ему ее привезли. Тогда, естественно, на каких скидках особо речи не идет. Что-то скинут, что-то подарят, но все по минималке. Обзвонив абсолютно весь список официальных дилеров, столкнулся с такой ситуацией. То, что цены по телефону все скидывают, и все скидывают плюс-минус одинаково. Никто ниже цен тех, которые мне назвали в салоне за условие 5 машин, пока что не давал. Они были, как минимум, на 20-30 тысяч, но выше. Все, естественно, говорят, то, что все оговаривается, не вопрос, можем дать ниже, но нужно приехать. Нужно 5 человек собрать, приехать. Отсюда, где вам, естественно, говорят то, что на пятерых человек не было. А все те, кто были с поднятой рукой, они были готовы ехать по цифрам, подчеркиваю, 1.5-1.8. За 1.8 машина должна была быть хорошо укомплектована. Один человек писал то, что если до 2 миллионов найдем C200 с полным приводом в нормальной комплектации, тогда он готов рассмотреть это предложение. Параллельно всему этому, на YouTube в комментариях, в личные сообщения приходят вопросы, что с Mercedes, как там закупка, почему зайти, где новости. Вот вам, пацаны, новости. Всем интересно, все хотят низкие цены, но Mercedes дает ценник примерно 2 миллиона рублей. Базовую версию особо я не рассматриваю, потому что вряд ли кого-то она заинтересует. Mercedes на тряпке, самый пустой, ну, неинтересно. Я вам говорил то, что у меня есть экселевский файл, где указаны закупочные цены, по которым машины приходят в Россию. Файл этот секретный, скажем так, поэтому всем его рассылать пока что не могу. Я вообще его не афиширую, держу просто при себе. Так вот, по этому файлу я вам могу сказать то, что закупочная цена Mercedes стартует примерно с цены 1 миллион 722 тысячи рублей. Потом цена начинает расти, но я вам не могу сказать то, что, например, что C200 стоит там, допустим, столько-то. Почему? Потому что все цифры там прописаны кодом. Ну, не цифры, а комплектации. Там идет из серии CK и так далее, я определяю это все по двигателю. Я смотрю, например, 1.6, самая первая цена, самая низкая, но, судя по всему, это базовая версия. Парни, собственно, вот такие новости. Что здесь скрывать? Самый гигант, который по продажам сейчас есть, это Mercedes-звезда столицы. И вот именно они испугались просто-напросто камеры. Хотя, на самом деле, их предложение изначально было выигрышным. Лично мне оно сразу понравилось. Я думал, в процессе, если они на следующий день дадут хорошее предложение, то можно будет пятерых человек подсобрать, озвучить все это, приехать уже к ним, садиться. Но, увидев камеру, блогер, YouTube, нахрен это надо. Хотя я не афишировал. Я старался пройти, наоборот, секретно, зашифрованно, просто рассказать, что так и так собираемся сделать хорошую закупочку. Вроде бы и им хорошо, и нам хорошо. Но получилось, как получилось. Тем не менее, мои руки не опускаются. И в процессе обзона Mercedes многие писали, классно, интересно, ну давай еще потом сходим в Audi. Как вы знаете, с Audi я уже знаком не первый раз. Уже такие тесные отношения есть. И я вам предлагаю следующее. Вот пять человек, которые реально готовы купить в ноябре Audi A4. Вот давайте встретимся с вами вот в эту субботу-воскресенье. Выбирайте сами день, кому как удобно. Пять человек, пишите. И в субботу-воскресенье съездим в два салона. К одному человеку за ним там работает мой знакомый. Ну как мой знакомый? Относительно. Никаких сговоренностей нету. Мы прямо при вас ему скажем о том, что даешь предложение, рассылаем всем другим. Найдем дешевле? Хорошо. Не найдем дешевле, вот с тобой продолжим диалог. И вот здесь, когда идет такая движуха, когда все хотят немца, но готовы отдать за него полтора миллиона рублей, вы сами прекрасно понимаете, что все мы начинаем смотреть на вторичный рынок. И вот здесь наш спонсор автохлама.нет как нельзя кстати. Друзья, заходите на этот сайт. Ищите себе автоподборщика, который поможет вам найти достойный автомобиль. Они работают по всей России. То есть заходя на сайт, он простейший. Вам пять минут времени потратят. Ссылку на него всегда оставляю в описании. Посмотрите, изучите. Наверняка вам пригодится. Не вам, а вашему другу. Если вы профессиональный эксперт, сами занимаетесь, расклеиваете ваши объявления по авито, по автору. В общем, переходите тоже туда. Вы там можете найти своих потенциальных клиентов. Сайт простейший и очень полезный. Помогает вам сэкономить в первую очередь деньги. Потратьте три минуты, изучите его. В дальнейшем он вам сможет помочь. Автохлама.нет. Ссылку оставляю в описании. Ну, а всем тем, кому интересно купить автомобиль со скидкой, напоминаю то, что я ни с кого из вас денег не беру с дилерами, ни о чем не договариваюсь. Все делаем в открытую, в честную. Вам интересно, мне интересно. Вообще, это мое хобби. Я раньше в институтские годы очень любил погулять по автосалонам. Просто прийти, посмотреть, изучить. Да, я не профессионал в автомобилях. Я вам не готов чинить автомобиль. Но поинтересоваться ими, как автолюбителю, мне всегда было интересно. Оставляю свой инстаграм. Подписывайтесь на него. Будете следить там первыми за развитием событий. Оставляйте ваши лайки, ваши дизлайки. Пишите ваши комментарии. Давайте напутствующие советы. Надеюсь, этот видеоролик вам был полезен. Ведь все, что я вам рассказываю за 15-20 минут, происходит на протяжении 2-3 недель. Друзья, у меня на этом все. Неделя сейчас у меня рабочая, очень активная. Поэтому, по возможности, будем снимать для вас новенькие свежие обзоры. Стараться готовить интересные видеоролики. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.